Необходимо построить семантическую сеть каскадирования, наследования, свойств, CSS-свойств. Для этого, ну сейчас потихоньку перейду к этой схеме, я сначала покажу задание на эту работу, вот оно называется на сайте на моем k1sb.org, называется лабораторная 2 межкампусовский цикл и магистром, вот оно задание, здесь кратенько указано, что надо сделать, в каком порядке и в каком объеме, варианты для предметной области, которые будете наполнять, эту страничку, и пример выполнения. Я страничку наполнил текстом из лекции сегодняшней, то есть взросление, становление от школьника до магистранта, вот, html-ку оставил примерно такую же, как и была у нас ранее, вот, вот, 4 дива, и вы тоже, кстати, можете в работе использовать одни дивы, вот, 4 дива, взросление, школьник, видно, вот, взросление, школьник, студент на одном уровне, магистранта, внутри дива с студентом. Все дивы, школьник и студент относятся к классу еду, приписан класс еду, к студенту дополнительно приписан класс hse, и заданные идишники у студента stud, у магистранта mac. И к этим элементам, к этим классам, идишникам и тегам в файле sss, в моем случае, в этом, приписаны различные свойства. Ну, вот, например, магистру сказано, что он цвета, циан, бирюзового цвета, что все дивы должны быть с рамкой и зелеными. Ну, почему-то с рамкой и не все, а зеленый только один. Ну, вот, как раз, чтобы разобраться с этим вопросом, вот, была лекция, посвященная этому, а для закрепления материала прошу вас в рамках, ну, вот этой вот, не самостоятельной, практической работы, практической дистанционной работы, построить семантическую сеть, по которой видно, какие это свойства, как наследуются. Ну, вот, например, как она, как она сеть построена? Во-первых, для построения сети можете воспользоваться любым средством построения семантических сетей. Я взял, я не знаю почему, я взял именно это, ну, как-то у меня сложилось, здесь я использую среду, которая зовется Visual Understanding Environment. Здесь, в сетке, сетку эту сделал так, вот, строчки, вот, контент, да, взросление, школьник, студент, магистрант, в соответствии с этими строчками. Дальше, указал, к каким элементам они относятся, к каким тегам, классам и айдишникам. Ну, вот, все они div, вот, от каждого из них указано, что взросление в теге div, школьник в теге div и так далее. Указал, что там магистрант внутри студента, кстати, не знаю, не помню, сказал, не сказал, магистрант внутри студента, указано это. Вы можете сделать структуру другую, и желательно, все-таки, чтобы структура была поинтереснее, и всем повторять одно и то же. Ну, не желательно, а вообще точно. Дальше. Указал, какие элементы, в каких классах айдишниках. Вот, имеют id, вот, студент имеют id, stud, студент в классе HSE. Дальше, у каждого класса он написал, какие содержат свойства. Вот, div содержит свойства green, div содержит свойства border solid 2px. Вот, div содержит свойства green solid 2px. Вот, все как в файлах. Построил, дальше составил пути, как, ну, и вам, соответственно, тоже надо, как эти свойства наследуются. Почему вдруг у нас магистрант стал цвета бирюза, а не зеленый. Ну, на лекциях мы с вами разбирали, ну, и в соответствующих стандартах указано, что выбор, если там некий, грубо говоря, конфликт цветов, он, выбор, будет основываться на том, какой селектор более точный. Вот, селектор айдишник, он может отнеситься только к одному элементу, поэтому он гораздо точнее, чем класс, а тем более и чем div. Вот, кстати, можно глянуть в средствах разработки. Вот магистрант, как цвет у него сошелся. Вот, ему исследовать элемент. И видно, что от класса div был цвет зеленый, но его не стало. Вот видите, тут зачеркнуто, браузер зачеркнул это. От класса edu был у нас цвет красный, но все это нивелировалось тем, что указан у нас айдишник маг, и в айдишнике маг указано свойство цвет. Вот, если мы уберем, то он сначала станет у нас зеленый. А потом... Ну, тут нет, тут я не буду уже с этим играть. Все, вот как сделал, так и сделал. Все, так, все, как вот было, так и оставляем. Так, дальше, чтобы еще раз видео не переписывать. Все, дальше пошли. Вот указал... Так, где он? Указал этот маршрут для цвета. Вот они. Вот для цвета, вот он, маршрут цвета. Цвет от выбора как раз, чтобы был бирюзовый. Вот это простой маршрут. Более сложные маршруты, это с шрифтом. Вот как получилось, что магистрант стал жирным. Вот почему магистрант жирным нарисован. Смотрим, как это унаследовалось. Вот по этому пути. Свойство жирности, оно приписано к классу ХСЕ. Дальше студент относится, он находится вот в классе ХСЕ. А так магистрант, он внутри студента. И вот этот путь так и изображен. У меня эта штука, кстати, может, ну, грубо говоря, проиграть движение по пути. Слайдшоу устроить. Вот он, фонд. Выбираю его и нажимаю на воспроизведение. Вот фонд WaitBolt. Приписан к классу ХСЕ. Класс ХСЕ, он у элемента с контентом студента. А внутри него магистрант. Вот так складывается путь. Вот ваша задача как раз составить HTML, CSS и к ним нарисовать семантическую сеть, как формируются три свойства какого-нибудь элемента или нескольких элементов. Ну, как-нибудь, чтобы интересные пути были, а не просто так. Хоп-а-на, и все. Вот такая вам задача. Отчеты присылайте в LMS. Заведу там новые этапы на следующей неделе. Выполняйте их. Соответственно, у нас по расписанию в субботу. Так что делайте в субботу. Ну, не обязательно, вот именно по расписанию в тот же день. Так что в течение дня можно этим вопросом позаниматься. Все, давайте. Удачи! Удачного вам изучения CSS, каскадов и прочего. Суббота.